Мы начинаем из конференции после матча черноволицы Папа Николая. И сейчас со своим кратким комментарием игры ассистент главного тренера Анатолий Диде. Пожалуйста. Добрый вечер. Ну, по игре что сказать. Начали как-то немножко робко, но потом разыгрались. В принципе, по игре, я думаю, мы были ближе к победе по количеству моментов, которые у нас были. Очень хотели выиграть, потому что, по-моему, 46-го года не выиграет Николаев здесь, на этом поле. И хотели доказать, поменять традицию. Но во втором тайме прибавили, особенно концовки матча. У нас появилось пару моментов, где-то момента 4 такие хорошие могло забивать. Но, к сожалению, мастерство подвело в завершающей стадии. Как проявили себя бывшие игроки черноморцев, в частности, Каламар, Егорский и начинавший игрок Попов, который совсем недавно был в составе нашей команды? Вы же понимаете, когда дома играешь, хочется доказать всем тренерам, полельщикам, всех, кто смотрит, родным. Естественно, хотелось, наверное, забить Егорского. Конечно, может быть, если бы человек не забил, бы и не радовался, но в душе хочется доказать всегда своей команде, что я достоин. Николай будет продолжать так же успешно выступать в дальнейшем? Какая-то цель? Ну, мы для этого работаем. Все только начинается. Плюс пропустили из-за карантина много. То, что нарабатывали в Турции. Думаю, сейчас будем наверстывать все упущенное, что было. Спасибо. Продолжаем нашу конференцию. Почти матча Шаган-Марик Санкт-Петербург, главный тренер Моряков, Средний Ковалец, и галкитер Алексей Каламарчук. Сергей Иванович, пожалуйста, небольшой комментарий сегодняшнего матча. Хороший матч получился. Бойовый. Повденне дерби. Были интересные моменты с точки зрения развития атаки, как у нас, так и у соперника. Ну, скорее всего, рахунок ничейный, он по игре. Рухаемся мы дальше. Нас ждет 11-го руха. Мы их ждем. Так что готовимся. Соперник преподнес сегодня какие-то неожиданности для вас? Команда организована. Мы это знали, понимали. И еще будет тяжело скрыть защиту. Но у нас были хорошие моменты для того, чтобы забить мяч. Если бы мы забили, когда Андрей Штагрин не вышел один-один, попал все. Забили бы мяч, скорее всего, мы бы выиграли. Ну, еще мы могли бы потом и пропусить. Но, опять же, это игра. И мы смотрим дальше. Анализуем и готовимся до следующих матчей. Если бы Алексей не противовав команду на последних войнах, то было бы очень сумно. Ну, конечно. Как удалось тогда, в этом эпизоде, среагировать? Ну, как среагировать? Среагировал даже не знаю, как. Моя задача ловить. Старался не подвести тренера, команду, весь коллектив наш. В первом тайме немного так. Заставил понервничать, не только себя. Там, наверное, уже кто-то посидеть мог за это время. Ну, так, игра хорошая. Жалко, конечно, не забили и не пропустили уже. Это тоже радует. Но ничего, двигаемся дальше. Среди Рух, добро пожаловать в гости. Мы вас ждем. Кого в команде гостей больше всего опасался? Ну, Яворского, скорее всего. Он так у них цепкий такой парень. Цепляется, обыгрывает, бьет. Ну, резкий такой парень. Хороший. Ну, сегодня ему, ну, я считаю, ребята в обороне не дали практически ничего создать. Спасибо. Спасибо.